У Гомеля прошел митинг у поддержки мира, безопасности и спокойствия. На площадке Ленина собрались люди, которые именно в этой качественности лишатся головными у государственной политики и гражданской жизни. Все, кто присутствовал здесь, должны выказать свою думку и показать ставление до ситуации, которая сложилась в Беларуси. Люди выполнены, им не нужна революция и разделение своих членов на своих и чужих. У них есть возможность спокойно жить и работать на своей родной земле. Я не хочу, чтобы их голос чули, а позицию ведали. Я ее не знайдешь в интернете. Людям, которые заняты своей справой, просто неколи вести там с прежки. Но заявить про свое меркование и отстоять его я готовы под обязанности в наступном сюжете. Коротко атмосферу на митингу можно описать одним словом – городша. Кале 15 тысяч людей разных взрослых, профессий и навык национальностей собрались на Гомельской площади Ленина, чтобы ствердить свою позицию. Увага до падеи колоссальная. Я ее осветляют державные и недержавные СМИ. Были сарод присутных людей, які не разделялись в аточный настрой. И ты, хто жадал паспрачаться, але было видавочно. Ты, хто пройшел патрымаць дзеючага президента на парадок больш. До открытого микрофону падыходзели семьи, настауники, военные, рабочая. Усе, кого зараз перапаўняют эмоции и жаданне выказаться об ситуации в Украине. Я на пасаправдному турбую. Мне страшно. Мне страшно, когда я лажу своих детей спать, что в окно сейчас залетит какой-то камень или еще что-то страшнее. Я хочу жить в мирной, спокойной, процветающей Беларуси. Гамильчане сабралися на площадь, каб выказать удзячность тому, за кого яны голосовали на выборах президента. Яны бачать у им таго, хто зможе гарантовать стабильное и мирное жыцё. Демонстранты скандзіруюць. Им не патрэбны пірамены и рэволюции. Головная махчымысь спакойно жить и працаваць. Я здесь, потому что для меня батька победил на выборах еще в феврале. Потому что он не объявил карантин, он не остановил экономику и он не загнал нас по домам. Мы пришли сюда только для того, чтобы поддержать нашего президента, чтобы показать, что мы все едины, что мы против стачек, мы против того, чтобы заводы стояли, чтобы наша экономика провалилась. Мы хотим, чтобы все было хорошо, как и раньше. Очень переживаю за все то, что здесь происходит. Очень хочу, чтобы все разрешилось мирным путем. Сярод демонстранта утыя, для кого Беларусь стала другой родимой. Их жаданне – выказаться об тем, что зараз хвалюю больше за все. Республика Йемен. А как давно вы в Беларуси, чем вы здесь занимаетесь? Я приехал учиться тут, и жениться, и остался тут. И началась у нас такая революция, как сейчас. И очень жаль, началась революция, и закончилась война. И остался тут Беларусь. И я не хочу, чтобы повторилось еще раз, как была моя страна, то же самое Беларусь. Хватит. Я верю в то, что благодаря человеку, который не отступил от своих принципов, я верю в этого президента, он не отступил от своих принципов, это мужик, он будет бороться. Представники мясовой улады так само пришли сказать свое слово. Губернатор Гомельской в области Геннадь Соловей отзначил, головная задача митингу – продемонстровать одинство и непокорность уснуютшим обставинам. Мы вместе с вами восстанавливали алу. Амельчане восстанавливали алу из пепла и дали возможность вспомнить о тех, кто сегодня свою жизнь защищал нас с вами. И мы имеем право сегодня стоять на этой площади и выражать поддержку нашему президенту. Нашему президенту. За бальску! За бальску! За бальску! За бальску! За единый. Наша общая цель – богатая, счастливая, безопасная, мирная Беларусь. Уважаемые друзья, вы знаете, какая поддержка идет со стороны государства нашему региону. И вот буквально недавно президентом подписано распоряжение о поддержке нашего региона, Гомельского, для окончания строительства школы. И эта поддержка ощущается в его отношении к нам, гомельчанам. И теплые слова поддержки мы всегда слышим, потому что Гомельщина была подвержена более, чем другие регионы. Поэтому мы за нашу сильную, процветающую Беларусь, и за вас, гомельчане, и за наших беларуцев. Народ на центральной площади города голосно заявил, ему потребна стабильность и мирное небо над головой. Что, як неспявание хором державных агимна, може объеднать беларусов, мирных людей. Наша любимая мать и родима, вечно живи, им видней Беларусь. Наша любимая мать и родима, вечно живи, им видней Беларусь. Шесть адовечных агню дани на памяти падеям, які отбылись, а больше, як 75 годов тому. Беларусь! Это мы! 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 Плюрализм думак – основа свободного громадства. Во умовах складанного внутриполитичного становища, люди имкнутся ствердить свою громадянскую позицию. Их хвалюет лёс родных окраю. Яны хочуть говорить об гэтым, им потребна поддержка. Беларусы хочуть разуметь, что яны не одинокие у своих имкненнях, что их шмат, и разом яны сдольны нечто зменить. Ситуация в Украине непростая. Там уголовная, каб митинги были не супраць к гості, а за мир и розквит нашей краины. Важно к обмеркованні народа у незалежності от поглядів було пазасиловых рашэнів проблем. Миколай Скинсіян, Валіра Гапанько, Сергій Лукашук, Телерадоя компанія Гомель.